МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельско-господаршая техника, бавоуна, вуглеродные волокна и лён – это основные виды продукции, которую Гомельская область поставляет в Китай. Импорт из этой краины складывают машины и обсталевания, электротехническая продукция, выработки черных металлов, каменю и пластмасс. Сегодня доля Китайской народной республики в изнижене гандлевом обороте Гомельской области складает около 10%. При том, что супрасовненство не обмежовывается только прямыми поставками. С 2010-го у Харбини працует суместное предприемство с Гомсельмашем, на яким уже выраблено больше, как 2000 комбайнов. Летость подписана яшедну пагаднення об открытии двух сборочных плясовок гомельских машинобудовников у провинциях Хэбэй и Ганьсу. Яшедну пагаднення об суместной вытворчасти кабельной продукции. На приконце минулого года Гомелькабель подписал зусийской кабельной компанией «Дзянань». Визит, який отбывается у ГТ-дни, закликаны установить больше тесной совязи с предприемствами харчовой и древопрацовшей промысловости Гомельской области. Сюня гэтая компания специализуется ухандлі на китайским рынку импортными продуктами харчавання. От российского шоколада и цукерок до алюкового аллею з Испании и морпродуктов з США. Разом с тым у компании лишись махчымым дополнить гэтый спис мёдом, мясомолочной и кондитерской продукцией з Беларуси. Тем больше, что на Гомельшине пылные напрацовки у этой сферы уже есть. У мая минулого года аксанерное товариство «Спартак» приняло удзел у 16-й китайской международной выставы продуктов харчавання и заключила два контракты на поставку своей продукции. По слову беларуских специалистов, такое супрацовнство повинно быть взаимовыгодным, але необходно докладно пропрацовать логистичные пытанни. Проблемы существуют в логистике. То есть, если у нас первый контейнер пошёл с железнодорожным транспортом, и он уже дошёл до Китайской народной республики, мы отгрузили пробную первую партию шоколада 15 тонн. То вторая компания, которая сработает с нами, мы отправили морским путём. И вот примерно доставка будет осуществляться 50-60 дней. И упрацах тему супрацовнство Гомельской в области с Китайской народной республикой. Як чекается, у гэтым годзе будут подписаны и еще несколько погоднений с китайскими провинциями. А про шатаго у мае усех китайских партнеров запросят на Гомельский экономичный форум и международную универсальную выставу «Вясна» у Гомелли. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». З внешняя экономика и импортозамещение – ключевые питания у развития Гомельского региона. Там у новой замежный партнер за все дыжа данный гость. Сустреча потенциальных бизнес-партнеров отбылась у Гомелли по инициативе администрации СЭС Гомель Ратон. Подробностей в материале Катярины Жданович. Бизнес-конференция – приклад реализации политики импортозамещения. На Гомельшине для гэтых створены усе умовы. Сёня регион супрацовничаю гэтым напрямку с инвесторами с больш як 40 краин цвету. Польша – одна з їх. Як приклад, компания «Делком40» – дачынная предприемства буйного вытворца мягкой мэбли и матрацов. Сёня заявляется одним з резидентов свободной экономичной зоны Гомеля Ратон. Группа компаний «Комфортси» состоит из четырёх фирм. Две фирмы находятся в Польше возле города Калеш. Это фирма «Ком40» и фирма «Корект». Одна фирма находится в Соединённых Штатах Америки, в штате Виржиня. И одна фирма – это белорусский проект, который сейчас развивается здесь, в городе Комеля. Они выкупили, во-первых, незадействованную площадку завода пусковых двигателей, которая в течение практически 20 лет не использовалась в производстве. Они её сейчас модернизируют, создадут новые рабочие места, дадут людям работу, будут платить налоги здесь, в Республике Беларусь. 99% на экспорт будут поставлять свою продукцию. И сегодня они ищут здесь, на площадке свободной экономической зоны, в нашем бизнес-центре, партнёров, с которыми они будут этот бизнес здесь делать, в Республике Беларусь. Для размещения нового предприемства наша в область была обрана не выпадково. А кроме территориальных плюсов, регион володает ресурсным потенциалом. Сегодня на территории Гомельщины динамично развивают свою вытворчость каля 300 буйных предприемствам. А это пятая частка догольной колькости Украины. Мы выбрали этот регион, на этом регионе настаивал очень господин Качмарек, потому что он, во-первых, имеет благоприятное расположение, он находится недалеко от границы с Россией, это первое. А во-вторых, в Гомеле находится очень много предприятий текстильных, мебельных. Под час конференции засновальник компании Богдан Качмарек кажется надеей, что эта встреча покладет початок к взаимовыходному супрацовництву двух краин. Сирот удельников встречи – как зарубежные партнеры, так и представники беларусских предприемств. Для забеспечения деятельности новой компании «Делком-40» плануется максимальное задеяничание вытворчих махутностей у мясовых предприемств. Мы видим свой интерес, в первую очередь, в том, что будут, во-первых, созданы, безусловно, рабочие места новые. Во-вторых, хочу сказать, что вступят в кооперацию многие наши предприятия. В производстве мебели, матрасов нужны многие компоненты. Это и пружины, значит, это наше металлопроизводство, это и специальные ткани, это, значит, наши предприятия, которые выпускают нетканные материалы. Это и будет востребован наш малый бизнес, который сегодня занимается деревообработкой. А кроме обмеркования пытания у супрацовництва, потенциальные деловые партнеры смогли познаемиться с продукцией польскоховытворца. У холи бизнес-центра отбылась и выстава узоров материалов и вырубов, необходимых для вытворчасти. Створение оптимальных умов для ведения бизнеса и развития международных относин в приоритете Гомельского района. Бизнес-устреча деловых колов Беларуси и Польши – один из кроков до реализации этих задач. Это не только умоцование международных экономических соведей, но и создание 600 новых работных мест для ЖХРУ Гомельской области. Принятие на працу новых специалистов плануется уже до конца лета. До этого часу каждый из працевников пройден в учене. До речи запуск первого швейного цеха, призначенный на жневень, початок вересня этого года. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Открытое акционерное товарыство «Медпласт» наведала информационная группа начале со старшинёй городского совета депутатов Иваном Бородзинчиком. Головная тема дня информования – год культуры. Але специалисты отказали и на пытанники, хвалюют работников предприемства. Евген Пабалавец протягне тему. У составе информационно-пропагандистской группы некальки специалистов, кожный отказывая за разные сферы житядейности. Подчас таких сустрей шагучиваются розные пытания. Людей хвалюют не только особисты заробок, аллеи, парадок у подъездах, работа громадского транспорта. Навод повышение кошту послуг у лазнях областного центра. На все пытания специалисты дают ширые отказы, раскрывающие экономичные нюансы. В общем отделении цена помывочного одного места – 2 часа. 2 часа, 75, себестоимость у них получается где-то почти 72. Вот три, вот дельта, вот это три тысячи рублей, у них как бы получается их рентабельность. Тарифы на жилево-коммунальные послуги сегодня у Воголе одна из самых обмерковываемых тем. Подчас сустречы гучают пытания про кошты особных послуг, плату за лишние метры и корыстание лифтом. Будем экономить, ребята, дорогие, ничего мы нового не изобретаем. Мы просто с отставанием на десятки лет идем в пути, по которому уже это другие назовутся. Что такое экономия, доброведаете на самим предприемстве. Как продукт был у конкурента сдольный на сусветных рынках, треба снижать себе кошт продукции и вытремливать жорсткую конкуренцию. Наша продукция более качественная, мы используем только импортную иглу немецкого производства, поэтому качество нашей продукции, соответственно, и цена значительно выше. Что касается снижения себестоимости, да, мы за прошедший год более 10% снизили себестоимость нашей продукции, сделали оптимизацию штатной численности, поэтому на сегодняшний день и с удовольствием прокупают нашу продукцию и в России, и на Украине. У Беларуси Медпласт – монополист по вытворчасти шпрыцов и закрывая 85% по опыту. Вытворчая могутность предприемства – 190 миллионов шпрыцов в год. В ближайшие годы тут плануясь реализовать некальки инвестицийных проектов. Это позволит и могутность вытворчасти повеличить на 20% и выйти на новые рынки сбыту. А значит, будут подставы до повеличения заробку кожного работника предприемства. Яуген Пабалавец, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня Гомельское отделение Союза письменников Беларуси затвердило спис мероприемства в рамках подрывтовки до дела у Дни беларусского письменства в Рогачеве. Хоть только в этой подеи уход культуры планы литераторов не обмяжуются. Чым мерку издевлять члены Творчого Союза и хто вогулі тепер може претендовать на членский билет? Гэтым и не тольки потекавился Олег Синтероу. Я по письменнике пайшов, нехай меня навучить. Классик писал, зразумела, не зусім так, але вогулі такая думка заявляється достатково распасюдженной. Правда, сами письменники кажуть, што навучить можна токі ў адным выпадку – калі ёсть талент. Гомельское областное отделение Союза письменнику Беларусі було створено в 2005-м. Тады тут було 12 литераторов, сьогодні ўжо 54. Шмат гэта для регіонной тіне пытання ў паўны ступені риторичныя. Іншія справа, што жадаючых атрымась билет Творчого Союза заправды значна божь. Але ажыцявіць гэта жадання зусім непростам. У Савеці Гомельского отделення кажуть, што некаторые творы звычайны прыгіят. Пры наявності сродку, выдать книгу зараз не проблема, а вось дойнасі самастойна написаць нешта оригінальнае ёсть не ва ўсіх. Сустрыкаюцца даволі творы, дзе адчуваецца вельмі нізкая філологічная культура. Што затычыць паэзі, то някія графаманства, мала в образной мовы, метафарычной такой мовы, без чаго паэзію вогулі не можа быць. Па гэтаму мы бельмі строга в гэтым плані працюєм. Пісаць нешта саправды сурьозне. Прозайкі паэтэса Наталя Шэміт пачала гадо ўсім таму. Гэта каже стан душі, калі не пісаць, а чуваеш сябі вельмі неутульна. Сюня на яй рахунку чатырі книги, і вірагодна, што гэтая бібліотека будзе павіалічвацца до дня беларуского письменства, які ўверсні будзе означацца ў Рогачёве, в областным адзядзенній Беларускага Саюза письменніку распрацывалі спецайний план падріхтовчых мероприємців. Асновная увага в аданію новых книг, пачынаюча ад сборніка паслядовнікі Макайонка да серый літераторы гоміччіны. Іны будзе невеличкими, невелікім померам, па сорок-пядзісяць сторонок. Гэта якбы свае саблівы візітовкі, які можна паклаць ў кішэні, взяць сабу ўтягнік, і паіхаць, і прачытаць адначасова, і пазнаюмість адкрыць для сябе нова аутра. Олег Сентюроў, Ёоген Макайенко, телерадоакампанія Гомель. У Гомель адбылась і презентація проекта «Вечары національних культуру ГЦК». Старт гэтаму долготерміноваму марафону був дадзіны знайомствам с традиційной беларускай культурай. Мероприємство суправаджалася цікавыми экспозиціями і музычными выступленнями. Вероніка Ворошилина с подрабязностями. Выстава декоративно-прикладной творчасті народных рамеўства у выступлений аматарських коллектываў «Дагустация страў національні кухні». Усё гэта дазволіло наведвальнікам цялкам окунуць у атмосферу самообытной беларускай культуры. Майстри рамеснікі демонстравалі публіце своі унікальні рукотворні экспонаты, зроблені з глины, соломы, лазы і інших природних матеріялів. Музейны установы знайоміли присутніх з колекціями рэцких, страдаўніх рэчоў, які заховаюцца ў їх фондах. Запрошані на свята артысты зараджали гостей позитывным настроем. Фольклорно-этнографічны гурт «Стаўбунскіе вячоркі» Веткавскага района існуе ўже в больш як трыцать гадоў. Усі ёго удзельніцы молодыя душой і полны аптымізму. Рэпертуар коллектыву – самы разнастайныя обрадовай пісні. Мы пяўм вясновыя, жниўныя, летнія, калядныя, падводныя. У нас толькі обрадовая пісні своёй мясовості. Саблёва вылучаўца страла. Учулі напэуна стал бунт, страла, поваджыні, пахавані стралы. Кульмінаціей вічара став концерт музычного фолк-праекта «Ягорова гара». Творчыў гурт існуеўся го три гады, аднак за гэтый час паспел заявіцца б сабі на розных міжнародных фестывалях. Зараз ёнымкнецца обраніць звані народнага аматорскага коліктыву. У праекці «Ягорова гара» выкрыстовуюцца разнастайныя музычныя стылі. Сынтызуюцца на першы погляд зусім нисполучальныя архаіка і сучасныць. Репертуар складаюць акустычныя електронныя компазіція. У сваёй творчысті музыканты выкрыстовуюцца правдныя традицыныя народныя інструменты – гусли, цымбалы, бубны, флейты і жалейкі. У дзельнікі фолк-праекта «Ягорова гара» ёмкнуцца разкрываць сучасный молодзі глибіню старожытныя народныя музычныя культуры і перадаваць прыгажойць традицыныя манеры народных спевал. Калі я починав гэт праект гэты робіць, ў меня така была задача, кабы зробіць фолк-праект, які бы слухала сучасна молодзь. Тамо што я сам пражывшу 50 год, я до фолка наших традицій вельмі мало адносився. І калі я вирішу гэта робіць, робіць так, каб імена сучасна молодзь, сучасний чалавек гэта слухав. Меропраємство, накераванное на ознайомлённі з традиційной беларускай культуры, було організовано ў рамках праекта «Вечары національних культур УГЦК». Дарэчі падобныі сустрічы тут плануюцца проводзіць. Сістаматышна. Начинаєм з беларуского вечера, патом у нас русский вечер, украінський вечер, армянський планируецца, еврейський. У нас Гомель – многонациональний город, здесь разные діаспоры проживають. Мы хотели бы показать культуру каждой із этих діаспор и познакомить, щоб жителі города друг друга лучше знакомились. Вероніка Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадоя компанія «Гомель». Нагадым пакулюсьо. У студии працювала Наталі Ігнаценка. Усяго доброго і до сустрічі у ефіре. Нагадым пакулюсьо.